Уважаемые дамы и господа, я начинаю новое исследование, посвященное Дании, и приглашаю вас со мной вместе пройти по страницам датской истории. Мы будем с вами разбираться в особенностях Института Датской Монархии, который на сегодняшний день является одним из самых древних в Европе. Мы будем с вами говорить о тех людях, которые составляли этот Институт Датской Монархии, о древних королях, о королях Средневековья и о королях уже нового времени и наших современниках. Поэтому приглашаю вас в этот интересный и увлекательный калейдоскоп датского прошлого. Что мы знаем о Дании, что мы знаем об этой стране и о истоках ее исторического прошлого? Давайте обратимся к тому, что оно из себя представляет. Итак, Дания. Почему эта страна так называется? Дело все в том, что изначально на этой территории проживали племена данов. И, собственно говоря, когда уже возникла империя Карла Великого, а это очень большое государство франков, это уже период 8-9 веков, то, соответственно, самые северные рубежи империи Карла Великого, они подходили к границам современной Дании, где проживали те самые даны. И поэтому возник такой термин, как Дан-Марк, то есть, соответственно, приграничная территория с Данами. Потому что Марк – это приграничная зона. Вот, собственно, так она обозначалась. Племена данов, они с 5 по 6 века жили на территории современной Дании, и уже, соответственно, в исторических источниках, вот именно к периоду уже 9-10 веков, возникает эта терминология, а именно Дан-Марк. И, собственно, что мы знаем о первых королях этой страны? Дело все в том, что это Скандинавия, и это, конечно, определенное своеобразие истории и культуры этого региона. Мы должны с вами понимать, что очень большое количество датских королей, они имеют легендарный характер. Это те люди, которые в большинстве своем описывали датские саги и вообще саги скандинавских народов. И поэтому, когда уже идет речь о тех именах, о которых все-таки я бы хотел сказать, это уже будут те имена, которые непосредственно в исторических источниках значатся. Итак, а что мы, собственно говоря, знаем о этих самых первых исторических персоналиях? И хочу обратить ваше внимание на то, что, говоря о истории Дании, я буду исходить из определенной исторической периодизации, основанной на уже исторической хронике последовательности правящих династий. И первой династией, которая находилась у власти в Дании, это династия Кнюдлингов. Она уже известна с 8 века, но первым документально подтвержденным троллем, представителем этой династии является Кнут, первый Харде Кнут. И вот он как раз-таки и является по многим преданиям потомком легендарных королей Дании, мы не можем их существование подтвердить или как-то опровергнуть. Нам известно только то, что Кнут, Харде Кнут, он жил с 880 по 948 годы. И, собственно говоря, он является объединителем Дании. И он также и является сыном некого Свена. То есть это имя мы тоже, соответственно, знаем, как уже историки. А что касается имя Кнута, Харде Кнута, то здесь тоже нужно иметь большое... Нужно сказать о том, что, во-первых, большое значение имеет это имя для истории всех последующих королей Дании, потому что имя Кнут, оно становится именем династическим для датских монархов и еще будет достаточно часто последовательности далее встречаться в истории датских монархических родов. Что еще нам хотелось бы здесь сказать? Во-первых, давайте скажем о том, что датская монархия, она является почему еще очень древней, как институт? Почему она считается одним из самых древних институтов, именно как монархический институт Европы? Дело все в том, что не потому, что он сам по себе является древним, это безусловно так. Были и другие различные институции в европейской истории, как монархии, тоже очень древние, будь то это английские или французские дворы. Но в данном случае идет речь о том, что Дания имеет вот тот собственный, свой независимый характер государственности, который уже, соответственно, к IX веку образовался, и потом впоследствии Дания, она никогда не являлась частью каких-либо иных завоевателей, она никогда не становилась частью каких-то других, соответственно, больших, более крупных государств империй, не теряла свою независимость. И в этом смысле вот эта последовательность нахождения у власти именно датских королей, ее независимый характер, вот внешних каких-то составляющих, он, собственно, и говорит нам о том, что это действительно одна из самых древних институций, одна из самых древних монархических стран Европы, где непрерывно, уже на протяжении более тысячелетия, находится у власти, вот, собственно говоря, потомки древних королей Дании. И надо отметить также, что еще составляет особенность Дании, это тот факт, что эта страна, конечно, имеет очень достаточно такой широкий спектр своих определенных особенностей, именно как регалии королевского двора. Вот я бы хотел тоже на них обратить внимание, потому что уже потом я буду рассказывать более подробнее о древних королях Дании, но чтобы вы понимали, какие, собственно, эти регалии сопровождали, соответственно, всех датских правителей. А именно, это корона королевская, это скипетр, держава, меч, это священный сосуд с миром, и также это цепь ордена слона. Вот этот орден слона будет учрежден в 15 веке, и он является династическим орденом для датских монархов, потому что король, он является гроссмейстером этого ордена, он вручается только лишь тем людям, которые заслуживают очень большое со стороны датского монарха почтение за свои заслуги, и, разумеется, все представители царствующей династии датских королей до сегодняшнего дня, они также являются кавалерами ордена слона. И также это орден Даны Борга, кстати, так называется и флаг Дании. Орден Даны Борга, он также является орденом, который по праву уже статуса монарх также носит. И, кстати, обратите внимание на то, что Дания на сегодняшний день – это та страна, которая имеет один из самых древних гимнов. Вот если вы послушаете гимн Дании, то это вот та самая музыка, которая была написана еще много веков назад, поэтому в этом смысле вот эти политические, исторические, культурные традиции, они составляют институт датской монархии, который по определению имеет очень большое значение в русле всех остальных европейских царствующих домов за счет именно своей вот этой древней аутентичности. Кстати, все регалии датского королевского дома, они выставлены во дворце в Розенборг. Это династический старинный замок, который был основан еще в начале 17 века королем-крестьяном IV датским. И, соответственно, каждый из нас, будучи туристом, может в этом замке Розенборг побывать и вот увидеть все эти, соответственно, уже реликвии датского королевского дома. А на сегодняшний день церемониальной резиденцией датского монарха является дворец Амаленборг. Также мы должны с вами сказать о чем. Это тоже очень важный такой обстоятельный момент, который характеризует период правления именно древних и королей средневекового периода Дании. А именно это тот факт, что датская монархия, она была выборной. Вот в нашем понимании, может быть, король – это тот человек, который после своей смерти оставляет власть своему старшему сыну. То есть вот этот момент династической примагенитуры, который был принят в остальных европейских странах, он для, в данном случае, Дании не имел на вот этот самый момент древнего времени, на момент уже нового времени, до наступления нового времени, до 17 века. Мы еще будем об этом говорить более позднее. Не имел этого, соответственно, не имел своей актуальности. Датских королей выбирали. И выбирал Сейм. Это были представители знатных вельможных родов. И именно они решали, кто станет следующим королем Дании. Но, как правило, была такая традиция, что вот эти вельможные господа, они выбирали с нового короля страны именно старшего сына, умершего уже короля. То есть это уже была такая некая дань, дань традиции. Но вы должны понимать, что это все-таки Скандинавия. Эта культура во многом определяющая, ее определял во многом именно этот скандинавский, очень такой военный, индивидуальный характер, когда именно вот эти рыцари круглого стола решали всевозможные вопросы. Вот это равенство. Равенство и очень большое значение каждого человека, каждого какого-то значительного лица. Его голос, он также учитывался. Вот эти традиции демократического выбора, они, надо сказать, очень были характерны именно для Дании того периода. Но мы должны с вами понимать, что эта демократичность, она, конечно, имела свои определенные рамки. И именно в рамках именно этих людей знатных и вельможных решался вопрос о передаче власти следующему поколению датских монархов. Итак, возвращаемся к персоне первого короля, Кнуда Харда Кнуда, который жил в X веке. И он, как я уже сказал, был объединителем Дании и первым документально уже утвержденным непосредственно в источниках, как король Дании. Его сменяет на престоле его сын Горм I Старый. Почему? Его персона тоже весьма значительна, потому что именно этот король Горм I, он является официальным родоначальником всех последующих датских монархов. И это имя также иногда встречается в семьях датских монархов, то есть становится династическим. И, кстати говоря, вот имя жены короля Горма I, который жил в IX веке, Тюра, оно также становится династическим именем для женщин датских королевских родов. И вот уже сын от этого брака, Харальд I Синезубы, который царствовал также в X веке, он в 965 году принимает христианство. Это был выбор вполне осознанный, потому что Дания она ограничила на южных своих рубежах со Священной Римской империей. И, конечно, взаимоотношение с таким крупным католическим игроком на международной арене, безусловно, имело свои большие плюсы, выгоды, и было полезным для датских монархов первых скандинавских. И, соответственно, датские короли, они принимают также католицизм, то есть становятся Дания католической страной. Надо сказать, конечно, определенные своеобразные стороны там тоже этого католицизма будут. Мы еще об этом поговорим чуть позднее и увидим, как определенные изменения в этом контексте также произойдут в рамках института датской монархии. Но что еще хотелось бы отметить? Это то, что король Харальд I Синезубы, он был первым датским монархом, который был похоронен в соборе города Раскилде. Вот эта древняя столица Дании, она находится недалеко от нынешней столицы города Копенгагена, и знаменательна прежде всего тем, что имеет тот самый древний собор, где потом впоследствии найдут свое упокоение представители всех царствующих династий датских монархов. То есть вплоть до сегодняшнего дня датских королей хоронят именно вот в этом соборе Раскилде. А первым человеком, кто из монархов был там похоронен, соответственно, был Харальд I Синезубы. Его сменяет его сын Свен Вилобородый, но что очень важно, это тот факт, что Свен, он становится не только королем Дании, но это был такой знаменитый воин, и он становится также с 1002 года и королем Норвегии. Он завоевывает эту территорию, и также чуть позднее, он также с 1013 года становится королем Англии, потому что совершает туда военный поход и захватывает эту территорию юга современной Великобритании, потому что английское королевство, оно именно составляло вот эту южную часть современной Великобритании, север это Шотландия, поэтому это уже несколько иная историческая государственность, хотя и туда также были попытки военные, датских воинов, и вообще военный флот этой страны, корабли этой страны имели очень серьезный такой военно-стратегический смысл, они были, конечно, очень хорошо вооружены, вообще датчане были великолепными мореплавателями, и вот эта особенность датского института монархии, она и во многом тоже определяется его положением Дании, прежде всего, как морской страны, это морская держава, и, конечно, флот в этой стране имеет очень большое значение. Дальше обращаемся к фигуре уже сына Свена Первого, Велобородова, а именно это Кнут Второй Великий. Это тоже был очень отчаянный такой знаменательный воин, датский король, который также был королем одновременно и Дании, и Норвегии, и вот, соответственно, юга сегодняшней Великобритании, Англии. То есть представьте себе, какая география уже владений датских монархов на X век склад, уже на XI век, потому что Кнут Второй Великий, он скончался в 1035 году, и его наследником были его дети Харальд Первый и Кнут Третий. Причем сложилась в 1040 году очень непростая ситуация именно для династии, потому что в 1040 году вот эта династия первая Кнут Лингов, она пресекается, и начинается новый период в датской истории, когда она, соответственно, на престоле воцаряется уже новая династия, это династия Эстриценов. Почему она так называется? Дело все в том, что вот у троля Кнута Великого у него младшая сестра имела это имя Эстрид, и она была замужем за Улафом Ярлом Дании. А Ярл – это один из такой наиболее, ну, большой чиновник, большой, очень такой влиятельный, как бы человек, аккумулирующий административную власть, такой вот именно. Этот титул, он, кстати говоря, вот это влияние, влияние скандинавов на даже англо-саксонский мир тоже в этом смысле очень выделяется, потому что, если вы посмотрите, то, значит, граф по-английски, это фактически как вот Эрл, то есть Ярл, это вот это все очень тесно взаимосвязано, это влияние скандинавской культуры именно на уже англо-саксонский мир за счет вот этих определенных, соответственно, завоеваний. И таким образом, с 1040 года утверждается династия эстритсенов, потому что сын вот этой принцессы эстрит датской, Свен II от, значит, его, от брака эстритс, представителем, надо сказать, достаточно знатной фамилии Мунсио, это династия шведского происхождения, и вот до 1412 года в Дании находится у власти, это вот, соответственно, династия эстритсенов, или, как еще ее иногда называют, ульфрингенов, потому что она происходит от, также и мужа этого, этой принцессы эстрит, который имел имя Ульф, поэтому, соответственно, ульфрингены. И вот этим первым королем из этой новой династии был Свен II. Но надо, конечно, обратить внимание на то, что, значит, сын вот этого Свена II, Кнут IV, он будет иметь очень большое значение для истории Дании, потом, впоследствии всего королевского дома, он, вот этот Кнут IV, святой, он жил в конце уже XI века, и он был одним из тех первых, кто был канонизирован датской уже, непосредственно в Дании, это случилось в 1101 году, и он является святым покровителем как всей Дании, так и королевского дома этой страны. Также хочу обратить ваше внимание на то, что очень были тесные взаимосвязи между представителями вот этих древних королей Дании и, значит, российским, ну, тогда, на тот момент, это династия Рыриковичей, это династия, которая находилась у власти в Киевской Руси, то есть это не российская история, это история именно непосредственно Киевской Руси, которая вообще имеет очень четкую свою определенную историческую обособленность. Это все-таки государство, которое в равной степени является общим для России, для Украины, для Белоруссии, но это не является нечто индивидуальным в рамках какого-то исторического пути какой-то одной из этих стран. Это наше общее, наше общее прошлое, но страна, которая к нам на самом-то деле, Киевская Русь, ни к России, ни к Украине, ни к Белоруссии прямого отношения не имеет, потому что эта страна определенная, она была в свое время, со своими традициями, со своей культурой, со своими определенными особенностями и перестала существовать. Это Киевская Русь, но, во всяком случае, мы сейчас говорим не о ней, но главное нам понимать только то, что именно в Киевской Руси тогда на престоле вот именно эта линия древних правителей из династии Рериковичей была абсолютно скандинавская по своему происхождению. Это были потомки норманов, норманских аристократов. Поэтому, естественно, что вот эти родственные браки, которые стали заключаться между царствующими домами и в Дании, и в том числе в этих древних государствах, в древнем государстве Киевской Русь, они были обусловлены вот этим определенным культурным родством. Поэтому, может быть, сегодня это достаточно так вот выглядит экзотически, но, тем не менее, вот эти прецеденты династических браков, они вполне умещаются в логическую, в логическое вот это прошлое, династическое прошлое правящих домов как Киевской Руси, так и, соответственно, Дании. Итак, вот уже значит, сын первого представителя династии Новой, Эстриценов, Свена II, Эрик I, он был женат на Ингиборге Мстиславне, и она была дочерью Мстислава Великого, князя Киевского и Новгородского, который, в свою очередь, был сыном Владимира Мономаха, и, значит, дочери Гарольда II Годвицена, а это английский король, то есть, вот представьте себе, как была династически интегрирована тогда Киевская Русь в систему династических связей с различными представителями других правящих домов Европы, и вот от этого брака родился сын Вальдемар I, великий датский король, он царствовал в XII веке, и также был герцогом Шлезвега, и это вот более южная территория уже Дания, герцогство Шлезвегское, и вот он в свое время он женился на Софье Владимировне княжне Новгородской, то есть, тоже она происходила из рода вот этих скандинавских первых рюриковищей, и дальше их потомки также царствовали в Дании, надо сказать, что большое очень значение имеет фигура короля Вальдемара IV, значит, Атердада, Атердага, именно это в переводе означает, как снова день, и он царствовал в середине XIV века, и был последним представителем вот именно этой династии Эстриценов, и для истории не только Дании, но и всей Скандинавии имеет большое значение фигура его дочери Маргретте. Дело все в том, что она, родившаяся в 1353 году и скончавшаяся в 1412 году, была той фигурой, которая объединила как монархиня три скандинавские монархии, а именно это Дания, Норвегия и Швеция. Я говорил о том, что датские монархи, они некоторое время в XI веке правили и в Англии, они были королями этой страны, потом они уже в середине XII века, в середине XI века они были изгнаны из Англии, там утверждается своя династия, уже нормандская потомка Фильгельма Завоевателя, в Норвегии тоже власть восстанавливается за местными правителями, а вот, соответственно, к уже периоду XIV века складывается такая ситуация, что дочь, единственная Вальдемара IV, которая могла бы быть его наследницей, она не может быть таковой, потому что она женщина. Нету такого права на тот момент у женщин наследовать власть. Солический закон действует также в Дании, запрещающий женщинам становиться наследницами престола. И, соответственно, вот эта самая Маргарета, выданная замуж за короля Норвегии, а именно за Хокона Магнузена, она после его смерти становится регентом и в Норвегии, после смерти своего отца она становится правительницей, не королевой, а вот именно правительницей и в Дании, как регентша. И, поскольку, поскольку еще и в шведском королевстве происходит смена власти, и шведский парламент, он тоже выбирает, между прочим, у него есть эта прерогатива выбора монарха, то есть вот такая скандинавская традиция, когда монархов выбирают. Вот шведский парламент, он также тогда выбирает именно Маргарету II в качестве правительницы Швеции, но с таким очень интересным обозначением, как госпожа хозяйка земли. Она не может иметь этот титул королева, потому что она женщина, она не может быть правительницей. Юридически правителем был ее сын Олаф, но дело все в том, что он достаточно рано скончался в 1387 году и значит наследником уже Олафа в Дании, в Норвегии, в Швеции становится внучатый племянник вот этой самой Маргареты, а она фактически правительница вот этих всех трех скандинавских государств, но наследником после смерти ее единственного сына Олафа становится ее внучатый племянник Оэрик Третий Померанский. Он происходит из Померанской линии династии Грифов. Вот почему такое еще название, потому что на их гербе династическом был изображен Грифон, и, кстати говоря, эта династия Померанская имеет славянское происхождение, и в этом смысле, вот когда Эрик Третий становится тролем уже и в том числе Дании, то на престоле этой страны как бы юридически утверждается династия этих самых Грифов на том основании, да еще и к тому же получается скандинавского происхождения, но на основании того, что, во-первых, сам Эрик Третий происходит от древних королей династии Эстрицинов, ну и к тому же это подтверждает Сейн, то есть вот эти вельможи, они его избирают. Но надо понимать, что несмотря на то, что Эрик Третий он становится правителем официально де юре, вот де факто до 1412 года всеми тремя монархиями Скандинавии, Швеции, Норвегии и Дании правят именно Маргреты, и уже позднее в историю, в историческую хронологию она войдет именно как Маргреты Первая, хотя при ее жизни ее никто не считал ни официальной королевой, никакой Маргреты Первой она не была, но это нам важно иметь в виду, потому что сегодня у власти в Дании находится королева, которая носит имя Маргреты Вторая. Так вот, именно она вторая, постольку поскольку в истории в поздний более период, уже к 18 веку, к 19 веку, утверждается именно это право Маргреты, вот той самой древней, которая жила в 15 веке, это титулатура как королевы, правительницы Маргреты Первой. Но, что происходит очень важное для истории скандинавских этих трех стран в годы нахождения у власти именно Маргреты Первой получается, это тот факт, что в 1397 году в шведском городе Кальмар утверждается уния, которая вошла в историю как кальмаровская уния, она официально утверждает за датским королевским домом правления как в Швеции, так и в Норвегии и в Дании. То есть, вот эти три скандинавские монархи, они объединяются в единое государство и вот как раз-таки внучатый племянник Маргреты Первый, Эрик Третий, он и становится первым монархом, который объединил эти все три королевства уже официально. Но, надо сказать, что он не правил до конца своих дней, он потерял престол, так решили вельможи, он был, он столкнулся с определенными внутриполитическими проблемами, и поскольку у него не было прямого наследника, его наследником становится племянник, именно его племянника вельможи датские избирают новым правителем и Швеции, и Норвегии, и Дании, это случается в 1440 году, а именно Кристофера Третьего, Баварского, он происходит из баварской династии Виттельсбахов, таким образом, вот тоже начинается недолгий, но очень интересный период нахождения власти в Дании принца из баварского королевского дома, но на тот момент это герцогский род правителей Баварии, если быть точнее, это даже из Нойбургской линии, вот именно дома уже баварских правителей, и Кристофер Третий правит до 1448 года, то есть вот этот недолгий, почти десятилетний период у власти в Дании находится династия Виттельсбахов, чем, кстати, надо сказать, представители Виттельсбахов очень гордятся до сегодняшнего дня, что один из них был датским королем. Надо сказать, что Кристофер Третий, он не имел прямых наследников, он оставил после себя только лишь вдову, принцессу Доротею Бранденбургскую, и вот тут на престоле Дании утверждается по решению Сейма новая абсолютная династия за крестьянным первым герцогом Ольденбургским, это случается в 1448 году, он начинает эту новую эпоху, самую настоящую, уже новую эпоху в истории датской монархии, когда Ольденбургская династия утверждается у власти, и он женится 28 ноября 1449 года на вдове короля Кристофера Третьего, принцессе Доротея, это было политическое решение, чтобы тем самым каким-то таким династическим образом подтвердить еще большую связь с предшествующей династией датских монархов, но мы должны с вами понимать, что мы сейчас опять-таки же говорим о том времени, когда все короли Дании, они никаким образом не были наследственными правителями, их утверждал Сейн, вот это совещание самых важных влиятельных чиновников этой страны вельможных аристократов. И уже в следующей нашей встрече я буду более подробно рассказывать о династии ульденбургских королей на Датском престоле, потому что она имеет очень большое значение в европейских исторических домах, правящих и до сегодняшнего дня в Европе. Всего вам доброго и до новой встречи!